Все ваши идеи о приобретениях и потерях — просто глупая чепуха в вашей голове. Если вы поймете это, вы расслабитесь, вы станете расслабленными. Когда вы придете к полной расслабленности, люди всегда понимали расслабленность как вялость и апатию. Нет. Только тот, кто спокоен и расслаблен, способен к интенсивной деятельности, потому что покой — это основа деятельности. Тот, кто постоянно ощущает покой и легкость внутри себя, способен к бесконечной деятельности. Тот, кто отдыхает только в определенное время и действует только в определенное время, всегда устает от деятельности. Поэтому я говорю о легкости и покое не как о вялости и литургии. Я говорю о той расслабленности, какой является жизнь. Жизнь течет легко и без усилий. Только ум находится в некотором напряжении. Напряжение возникает из-за того, что ум не сонастроен с жизнью. Вы пытаетесь создать свое собственное творение и поддерживать его, но его не существует. Вы не желаете жить в творении Создателя. Вы создаете свое собственное творение и все время пытаетесь его поддерживать. О, это сущее мучение. Пытаться создавать всевозможные несуществующие вещи и постоянно поддерживать их. Попробуйте сделать такое упражнение. Не хотелось бы оставлять вмятины на посуде из кухни, иначе я бы попросил принести металлические подносы. Попробуйте взять в руки 25 подносов. Породите с ними и посмотрите, что с вами произойдет. Особенно, если подносы ненастоящие. И вы должны сотворить их и удерживать, не позволяя им упасть. Если они упадут и разобьются, вы будете плакать и страдать, когда вам приходится разыгрывать всю эту драму из ничего. Это вызывает стресс. Настоящий стресс. И именно это вы и делаете. Узлы придуманы. Развязывание узлов тоже придумано вами. Когда мы говорим «медитируйте», мы говорим вам. Прекратите всю эту чепуху и просто сядьте. Перестаньте придумывать, по крайней мере, на некоторое время. Но даже во время медитации вы хотите распутывать узлы. И хотите, чтобы я тоже в этом участвовал? Занимался этими глупостями. Вчера в Индии утверждали бюджет страны. И я подумал, посмотрим, что происходит с бюджетом. Предоставлены ли налоговые льготы для йоги. Итак, я включил телевизор, чтобы посмотреть, что происходит с индийским бюджетом. И когда я его включил, шла реклама. Баблу или что-то в этом роде. Продукт называется Баблу. Баблу — это жидкая жвачка, жевательная резинка. Вы ее жуете, как и обычную жевательную резинку, чтобы зубы были чистыми и чтобы хорошо пахло изо рта и все такое. Она в жидкой форме и называется Баблу. Вы можете надавать из нее большие пузыри. Итак, это реклама Баблу. Появляется мультяшный персонаж. И вместо того, чтобы выдавить жидкость в рот, он выдавливает ее на зеркало. И она просто стекает вниз с зеркала. Он снова выдавливает ее на зеркало. Глядя в зеркало, он выдавливает ее на рот в своем отражении. А она просто сваливается вниз. Потом он понимает, что делать, берет жвачку и выдавливает ее себе в рот. Появляются большие пузыри и все такое. Вот такая реклама. Я подумал, что весь мир делает то же самое. Если вы пытаетесь накормить отражение в зеркале, если пробуете разговаривать с ним или пытаетесь сделать что-то с этим отражением, вы просто зря тратите время. Особенно, если это кривое зеркало. Это большая глупость. Вот и все, что сейчас происходит. То, что происходит в зеркале вашего ума, всевозможные картинки, которые вы создаете и без конца играете с ними — все потому, что вы никогда не интересовались творением Создателя. В какой-то мере вы настолько ужасно эгоистичны, что верите, что однажды создадите нечто большее, чем творение. Нечто более интересное, чем творение. В этом ваше страдание. В этом ваша потеря. Вот ваш завязанный узел. Если вы не страдаете, то жизнь того не стоит. Вам необходимо страдать. Если те, кто могут не замечать творение такого масштаба и великолепия, если они не будут страдать, в чем тогда смысл жизни? Им необходимо страдать. Ваши страдания происходят не из-за чего-то. Ваши узлы завязываются не из-за чего-то, а просто потому, что вы слишком погружены в свое собственное творение. Вы не замечаете творение Создателя. Другой причины нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор В.Егорова